так дорогие друзья мы перешли от ягодиц к лопаточной зоне вот такие движения как вы помните восьмерку мы делали вот ее можно вот так делать мы использовали для конкретно видим локоток его догоняет кулачок мы сразу берем и прожимаем несколько раз вот так опять же делаем шестеренку из нашей лапы леопарда а в этот момент второй рукой кладем ее руку вашего пациента на спине почти вот перед бедикулярно позвоночнику смотрим по лопатке чтобы она при этом максимально отходила потому что усиленно руку загибать не надо это больно так будет мало видите где вот чтобы лопатка принялась выше локоть запустить в стол туда ниже вот видите отходит лопатка вот теперь можем вырабатывать эту зону у некоторых так широко отходят лопатки что туда прям можно иногда вот пол ладони всунуть половинку так и в нашей мануальной технике мы продолжаем работу с локтями да но при этом свой локоть облокачиваем на крестец пациента вот видите я практически лежу на нем до отдыхаю я полностью вот это в данном случае левую часть тела отдыхает я стою на правой ноге видите близко сюда это надо висит бедро болтается свободно да еще лежит полностью это моя часть данный момент отдыхает это очень важно возьмите на выражение особенно если у вас огромное количество клиентов пациентов в день проходит вот мы опять же дополнительно растираем при этом лопатку во все стороны стараемся под нее залезть да если она как-то сползает да вы можете поправить это рукой какие-то такие мелкие движения чтобы поправить вида кулачком костяшками пальцев до 1 1 и сразу переходим отсюда как нож масло внедряюсь почувствовать человеку что я перешел на локти опять же вот эти вот движения спиралевидные так вот да снизу вверх на позвонки снизу вверх и стараюсь локтем зацепиться за то подсередные мышцы вот так и чуть приподнять да еще дополнительный прожав раз под лопатку может локтем залезть сильно усердствовать не нужно это только в тех случаях если у кого-то конкретно тут уже такие мышечные камушки до того так жестко а так достаточно легко пройтись и включаем немножко точечной техники с помощью шрацу вот тут идет от косточки ключицы до до шеи трапетивидной мышцы прям посередине неё обычно бывает спазм мы его большим пальцем продавливаем входя вертикально в тело человека как если он стоял на месте конечно да вот туда и вибрируем потом находим следующую точку это уголок лопатки точнее это уже не лопатка а хрящик такой крючок над лопаткой прямо в него перпендикулярно не в тело тебе да в него вот в эту точку вот эта болезнь кому-то вообще не чувствует ничего и дальше есть ряд точек который идет вот так вот вдоль лопатки они на самом деле если человек стоит да они вот практически вертикально находится да тут несколько рядов точек акупунктурных раз два три четыре ряда практически получается вот но когда лопатка отведена в сторону да не получается немножко вот как под углом туда разъехались поэтому прорабатываем раз два техника шатсу опять же то же самое три четыре но вот уже их нет сюда можно идти под лопаткой так просто промять промять и немножко так вот отжав и кулачком кулачком по-прежнему ваша рука лежит здесь кулачком вы прожимаете вибрирующими движениями вдоль мускулатуры человека тут мышцы расположены так вот так вот так вот так под лопатку они все идут да все под углом поэтому и наше вибрационное движение также поводится к мышце ну соответственно здесь вот в ту сторону да здесь в эту сторону отведем лопатку а с этой стороны вот туда ее двигаем то есть мы все эти мышцы растягиваем и заканчиваем работу с лопаткой естественно с тем чтобы все вот эти вот наша отработанную кровь да все что мы отработали вводим лимфу под мышечную зону вот туда и подключить на его туда вот так 1 1 1 отвели и положили руку немножко поражали нижней частью ладони да прям вот так вот такой как вы знаете как будто бы мишка топтышка так переменяется перемежается перетаптывается да и уходим в заканчивание этой процедуры но в принципе вот как бы мы закончили да вот эта часть работы дальше перейдем к и шее и голове поэтому я сейчас сразу покажу какой финал мы делаем да то есть отсюда продолжаем уводить лимфу туда под мышку по ребрам дал спускаемся в под вздошную кость опять туда выходим в паху область где идут ребра ребра идут слову скажу что дни параллельно и пиблицикулярно позвоночнику да они идут как бы вот такой дугой соответственно про это дуги вот мы пальцем стараемся их разжать растрясти вот так вот убираем и обратно и обратно ход обратно в принципе не обязательно делать главное вот туда вот так это все ввести и заканчиваем процедуру постукиванием постукиванием пальчиками при замете когда я делал постукивание кулаками да вот есть зоны где можно что сильно бить вот это место где примерно почки находит я как бы промахиваю слегка прошел из опять по этому самым вертикальным высоким точкам спины да и опять сильно эффект стробоскопа стробоскопа я называю когда у нас пальчики доходят меня приглашают в клуб поработать вместо стробоскопа свет через них идет он в зал направляется и любит танцуют они не понимают что это Олег пальчиками работает вот так но тут эффект в чем заключается эффект в том что идет вот слышно такое я постукивание пальца пальца и они как бы передают вибрацию глубже вибрационной такой техники еще эффект импульса идет туда глубже в тело ну так вот быстро проходим все проходим сюда опять по точкам особенно не берем в этом месте что касается кулачков тоже техника очень простая можно взять целиком кулак да и силой бить на это получается как кувалда это вот там крепких таких мужланов можно пробить да если они рэкетеры или налоговые инспекторы вот хорошо их люблю так продувать если это обычный человек да мирской этого я кулак расслабляю расслабленный удар такой получается немножко вялый такой хлесткий даже говорят ах как сладко ты бьешь такой принять вроде и удар на мягкий за 2 страны да вот и в нашей но на этом как бы можно и закончить может отрести еще человек это по-быстрому про хлопать буквально так показав время даже выделять особо не надо и вот просто небольшой нюанс сейчас вам расскажу в чем заключается мануальная техника именно ну дополнение такой маленький нас и дополнение при работе с лопатками об этом узнаете в следующем коротком видео